Добрый день! Сегодня у нас кубик 3х3, но не совсем обычный. Он называется Fluffy Coupe. Дизайнер Евгений Григорьев, наш соотечественник, выпускается в черном пластике и в цветном пластике. Я взял в черном. Производитель Чиимофанге. И что у нас здесь есть на упаковке? Код товара MFG2026. Мацвалк улыбается, как обычно. Все хорошо. Сразу открываем. Видим здесь инструкцию. И если присмотреться, мы увидим здесь действительно картинки для Fluffy кубика. Но сборка, понятно, здесь обычного 3х3. Сейчас мы в этом убедимся. Главоломка очень красивая. Изобретена она достаточно давно. Евгений Григорьев лет 10 назад ее придумал и, соответственно, на 3D-принтере распечатал. А круглую версию под названием Wave Coupe или Venus Coupe производил Meffert. Также давно. В продаже сейчас не видел. То есть это такой же кубик, только выпуклый. Вот картинка. И вот пришла пора старую головоломку, которая хорошо выглядит произвести какому-то именитому бренду. Meffert тоже достаточно именитый, но Moffang сейчас все-таки более популярен. Видим здесь логотип Евгения Григорьева и логотип Moffang. У Евгения есть свой YouTube-канал. На нем он показывает те головоломки, которые изобретает. И также у него недавно вышла серия видео, где он показывает, как моделировать головоломки на компьютере. То есть в программе SolidWorks, если не ошибаюсь. Он показывает, как их проектировать. Кому интересно, зайдите, посмотрите. Поддержите местного производителя. Не производителя, а изобретателя. Евгению привет от меня передавайте. И я надеюсь, что на этом сотрудничество его с большими компаниями не закончится. То есть у него много интересных проектов. Я регулярно их отслеживаю. Он там, когда новое видео выкладывает. Если бы все это было воплощено, тут головоломбы на всех хватило. Ну, я недаром достал здесь 3х3. Фафи Куб чуть больше, чем у Даян 2. В данном случае Даян Тенг Юн 2. Кажется, видимо, 57 мм. Я знал, что я покупаю. Я знал, что это обычная трешка. Но я купил его за компанию. Стоит совершенно недорого. И поддержать Евгения тоже хотелось. Я очень надеюсь, что он с каждого купленного такого кубика что-то зарабатывает. Но когда я достал из коробочки и покрутил, это оказалось что-то прямо приятное. То есть кубик вращается отлично. Сюда еще магниты. И можно было прям с радостью использовать чуть ли не в официальных соревнованиях. Причем, если так подумать, то если оторвать логотипы, которые на углах, ну или стереть, я не знаю. Они, по-моему, напечатаны. Да, если убрать логотипы, которые на углах, то этим кубиком вполне можно собирать на ВЦА-чемпионатах. Поскольку все углы одинаковые, пусть они такой причудливой формы. Немножко, конечно, цепляются вот эти вот острые части, но механизм, конечно, сделан очень хорошо. Я вспоминаю те видео десятилетней давности с Евгением, где там на 3D принтере, понятно, без всяких оптимизаций распечатанный кубик. Там крутилось, конечно, со скрипом. Ну, надеюсь, все хорошо. И давайте соберем. На время я не буду, мало ли что. Но потихоньку соберем. Единственное, что я заметил, здесь не очень хорошо обратная резка углов себя чувствует. То есть прямая еще куда не шла. А вот обратная никакая. И это, наверное, главный минус кубика. Опять же, эта модель подарочная. Здесь нет никакой сложности. То есть это обычная трешка. Если вы умеете собирать 3х3, то и это вы, естественно, соберете. Выпадает на блянда. Да. Ну, вы видите лакапы, которые здесь происходят. Ну, это, опять же, прямая резка углов. Порядь, 45 градусов даже делаем. Ну, 45 нет. Чуть поменьше. Градусов 40 где-то режет. Вот обратная резка. Нулевая. Прям вообще никакая. То есть вот чуть-чуть так сделать, и уже не режет. Ну, это, конечно, на сборке чувствуется. Я сейчас не поленился и достал кучу головоломок, которые выглядят совершенно не одинаково. На самом деле это кубик 3х3. Если вот с такими вот, каким-то вмятыми, выпуклыми, вогнутыми, с каким-то заостренными, с обрезанными углами, тут все вполне понятно. С картинками, с колечками тоже. А есть еще вот парочка вот таких вот. Пандора Куб и Деформит Центросфер. Кажется, так она называется. То есть выглядит, опять же, как-то забавно, как-то интересно. Но, по сути, вот это вот тоже трешка. И наиболее похожи, конечно, Пандора Куб и Флаффи Куб. Но, скажу объективно, вот это выглядит гораздо приятнее, гораздо качественнее и крутится лучше. То есть у Пандоры эти углы сильно мешают. Здесь такие же острые углы, но они поменьше, поэтому мешают не так сильно. То есть у Флаффи он исключительно пособирать для удовольствия. Ну и Центросфер, наверное, самая странно выглядящая, головоломка, которая больше всего разочаровывает, поскольку это обычная трешка. Опять же, для чего нужен Флаффи Куб? Он, ну, либо для коллекционеров, оно не так дорогое, и украсит любую коллекцию, либо в подарок кому-то. Особенно новичкам, которые вот только-только научились собирать кубик, выглядит достаточно красиво. К примеру, ребенку было бы интересно познать еще одну головоломку, не прилагая для этого никаких усилий. Ну а так, всем, кому хочется поддержать российского производителя, можете приобретать вот такой вот Флаффи Куб. Всем хорош, но как головоломка, к сожалению, не интересен. А на этом у меня все. Всем спасибо. Всем пока.